Всем добрый день! Рада приветствовать всех зрителей своего канала. Сегодня у меня видео не по тематике канала, но тем не менее проблемы возникают. И поэтому я решила снять видео подобного плана. Выгляжу, конечно, я ужасно, потому что болит шея и вся опухшая. Но вопрос не во мне. Дело в том, что у нас перестала работать колонка. И сейчас мы пока ждем мастера газовика. Я расскажу, в чем у нас проблема в колонке. Вернее, не просто расскажу, а покажу. Так как возникают проблемы, если мы не знаем, как с этим справиться. Я посмотрела в интернете, на ютубе, какие могут быть причины, можем ли мы самостоятельно исправить проблему. Но так получается, что не увидела. Но обратилась в магазин, где мы покупали колонку данную. Нам ее установили в мае прошлого года. И в мае текущего года у нас уже прошел год. И сейчас декабрь. Получается, и гарантия прошла. Не знаю, что будет. Не знаю, что нам скажут. Но сейчас давайте я вам объясню. Итак, так как у нас здесь все в ремонте. Не обращайте внимания на весь стихий ужас, который творится вообще. Получается, я поменяла батарейки. А вот здесь вот постоянно светится циферблат вот этот. И он выключается. Вот я его стараюсь, чтобы он не горел лишний раз. Тоже вот это батарейки, наверное, работают. Я отключаю его. То есть размыкаю, получается, вот это соединение на батарейках. Тогда гаснет. Получается, что вот я подключаю соединение вот это вот. И начинает срабатывать механизм розжига. Даже без подачи воды. Вот видите, я включаю воду. Только после этого зажигается вода. Ой, зажигается огонь. Сейчас, смотрите, сейчас я отключаю воду. Циферблат остается включенным. Огонь гаснет. Циферблат будет гореть до того, пока... В общем, я не уберу вот это вот, не разъединю. Там соединение между батарейками. И так вот я убрала. Пожалуйста, циферблат погас. Если просто, то вот оно, видите, оно не зажигается. Вот такая проблема. Мастер, конечно, я не думаю, что согласится сказать. Ну, и объяснить на камеру, в чем проблема. Но я так думаю, что я вам чуть позже все-таки расскажу, в чем была причина поломки. Ну, так, и не знаю, видно, не видно было, наверное. Это фирма ЛЕМАКС. Фирма ЛЕМАКС. Ну, и позже я вам, надеюсь, расскажу, в чем была причина поломки. Ну, вот дождались мы мастера. Мастер уже ушел. Ну, я, конечно, не стала лишний раз провоцировать ей говорить, чтобы снять на камеру. Но дело в том, что вот, когда он снял, где-то вот в этой части, он мне объяснил, микровыключатель стоит. И на нем такая пластиночка, к нему присоединяется. И на ней, и вот тут получается площадка. А под этой площадкой идет вот этот, как раз, микровыключатель. И к нему пластиночка. Она как-то присоединяется и отходит, когда, видимо, срабатывает вот этот вот, как заряд, что ли, вот батарейки, когда срабатывают. Или подача воды. И этот микровыключатель, там вот такая вот, ну, как, даже не знаю, как объяснить, как полосочка металлическая. Она присоединяется вот к этому выключателю. А когда прекращается, оно отходит. И оно было сильно засорено, так как у нас ремонт полным ходом. И, в общем, кошмар, что было. Ну, в общем, говорят, что мы предупреждаем, что прикрывать колонку нужно. Ну, вот, в принципе, вот, вот эту вот пыль он убрал оттуда. Ну, и была это все-таки пыль. И сказали, что если впредь будете что-то такое делать, от чего может запачкаться, ну, там, как бы, вот пыль, допустим, осесть на внутренние приборы, то нужно вообще колонку изолировать, пытаться ее целлофаном вообще со всех сторон перекрывать, чтобы не было такого. Потому что вот здесь вот сбоку, вот если, в принципе, посмотреть, да, конечно. Вот, они вот через эти отверстия и засоряется все. У нас то одно, то другое, и поэтому скопилось внутри. Не говорю уже о наружу, но еще и снаружи все не успеваем везде убирать. Здесь внутри с двух сторон они получаются, идут вот такие вот отверстия. И снизу тоже там, а нет, снизу, но все равно очень-очень-очень довольно-таки можно попасть снизу пыли. Поэтому ее нужно перекрывать, видимо, все, мы, говорит, предупреждаем, но нам устанавливал не этот мастер, другой, нас не предупредили. Поэтому, ну, когда вот сверху мы работали, допустим, то мы, конечно, прикрывали ее, чтобы не запачкать снаружи, а то, чтобы снутри там оно тоже какие-то механизмы могут повредиться. Я даже об этом не думала, честно говоря. Это была, оказывается, еще здесь защитная пленочка. Нужно ее убрать, чтобы не видно было. Ну, и на этом буду заканчивать свое видео. Желаю удачи и желаю, чтобы у вас у всех таких поломок вообще не было. Чтобы все ваши приборы работали безотказно. Всем до новой встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok